Я очень богат Билеты купили, может и домой идти вообще Потом в ютубе скину вам видео, будете смотреть И свое любимое, да, писать комментарии Мы будем все комментировать Ненавижу людей, которые комментируют в интернете Ненавижу Есть люди, которые пишут комментарии? Конечно, конечно Вы потом напишите, да? Ну я пишу, и че? Не знаю Просто знаете, с каждым написанным комментарием У вас умирает часть души, понятно? Вы когда умрете, не сможете в рай попасть Потому что всю свою душу проебали в комментариях Ваш ад будет выглядеть вот так Вы сидите в котле с кипящим маслом Кругом миллиард видеороликов И ни один нельзя комментировать, понятно? Ни один Короче, я очень богат, это правда Я, конечно, не так богат, как Тимати в своих клипах Да? Но и не так беден, как Паша Воля в своих монологах Так же Так, взялись, богатые люди Так, 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 первый ряд Это шутка, блядь, для регионов, понятно? Вы тут вообще не участвуете Так, и не надо мне тут все этого, да? Типа, вот мудак чешет языком, зарабатывает огромные деньги А у нас врачи в стране получают 20 тысяч рублей Ну, поэтому я и не врач Ну, я получал 20 тысяч рублей Мне не понравилось Вы врач? Нет Вы врач? Нет Может, вы врач? Нет Видите, в первом ряду, блядь, никто не врач В зале вообще есть врач? А то я сейчас сдохну и никто не поможет Так, если есть, передайте нам своим Я в этом не виноват Более того, более того Если хотите, ну, я помогаю врачам Я помогаю Все свои болезни я пока лечу у врачей Хотя у меня есть прямой доступ к битве экстрасенсов Понятно? Ну, это я оставлю напоследок Когда окончательно ебнусь Так что Более того, у меня тетка врач Чистая правда живет в Казани Тетка врач Я за нее недавно ипотеку выплатил Ну, видали? Одному врачу я помог Я, в отличие от некоторых Майские указы Путина, блядь, выполняю Хотя они предназначались более богатым людям Я вообще подумал, что у меня семья мини-страна Серьезно, у меня есть врач Есть пенсионерка Есть молодая семья с ипотекой Понимаете? Такая страна, в которой я президент Так что Если Навальный про меня снимет фильм Ну, я ему тоже зеленкой в глаз брызну бы А то че он, пидорас ебаный Так, секунду Это не для грязного словца Мне просто очень нравится думать Что в Кремле звучала такая фраза Понимаете? Где-то во вторник Пидорас ебаный И Песков такой Прям так и сказать? Не знаю Ладно, давайте так, чтобы вам было легче В рамках своей семьи я самый богатый человек Вот чистая правда Я недавно в уме собрал всех своих родственников Посчитал все, что у них есть Они в жопе Сильно в жопе У меня мать недавно говорит Тетка в деревне купила корову Я говорю, мать, все равно в жопе Хочешь, завтра пойдем на рынок Я тебе куплю корову, блядь, по частям Понятно? Так что я богат Я этим пользуюсь У меня мать живет в Подмосковье Потому что я богат С ней живет мой брат Со своей женой и двумя детьми Потому что богат я, не он И я этим пользуюсь Каждый раз, когда я еду на выходные на дачу Я им звоню Ну, знаете, типа за 10 минут до того, как приехать Звоню и говорю, например Розовые И они встречают меня в розовом Так это работает у богачей Потом я, как в фильме Калина Красная Одеваю махровый халат И по лепесткам роз иду обедать Когда я обедаю Все они стоят в чулане Опустив голову Нельзя смотреть, как богач есть Я в какой-то момент говорю Холодный суд И они доедают Вот Так это работает Так, благодаря тому, что я богат Я могу спать с женой брата Не спешите меня обвинять Ну, все нормально Я за это плачу Вы что? Так, надо сразу кое-что прояснить Это все неправда Понятно? Если в зале сейчас есть люди Которые такие Ну, я слышал Что в Москве охуели Они в Подмосковье Это все неправда У меня мать действительно живет В Подмосковье Рядом с маленьким Подмосковным городом Мыстра У нее маленький дачный домик И земли там где-то Буквально шесть акров Так что это Круто Смеются только агрономы, да? Шесть акров Это дохрена, ребят Дохрена Знаете, есть богачи Которые такие У меня во дворе прут У меня у матери Во дворе истра, блять Я там как в шоу Трумэна Нанял актеров Они ходят Мать-то какой Какой хороший город Все бесплатно Так, жене брата Не нравится эта шутка Вы поняли, какая? Да? Навряд ли про розовый Типа, ты че, мудак Хочешь сказать, что у нас нет вкуса? Она была на подобном выступлении Живом выступлении Увидела эту шутку И потом такая говорит Руслан, ты сошел сумму Не шути Я говорю, почему? Она говорит Не шути Я говорю, да смешная шутка Она говорит Люди не смеются Я говорю, так в этом и прикол Серьезно Мы прям поругались с ней вообще Она прям Не шути, не шути эту шутку Я говорю Ты интересная, блять Отдавай деньги, ну Это тоже неправда Все неправда Ладно, я ее понимаю Смотрите, я понимаю, почему Потому что она из маленького Повинциального города Бобров Где познакомилась с моим братом Они поженились Теперь живут в Москве И переехали И она Ездит у она лето И если люди в Боброве Увидят эту шутку По телевизору Они охереют Понимаете Ну люди же в провинции такие Правда Правда По телевизору уже показали Значит правда Это в интернете пиздешь А тут правда Господи, что творится Не знаю Это сейчас большая проблема Людей в России, знаете Большая проблема людей в России Отсутствие чувства юмора Причем чем дальше от Москвы Тем хуже с чувством юмора Замечали, что чем дальше от Москвы Тем юмор Больше строится на фразе Да мы им пизды дадим Понял? Да дадим Америке дадим Хохлам дадим И тебе дадим Зарплату учителям достойную Не дадим А пизды дадим Не знаю У меня на ТНТ была передача Комик в городе Будь она блять неладная Это Реально Я столько хейта из-за нее выхватил Это просто ужас Потому что я проехал по 14 городам России И я понял, что у нас провинции У людей Ну Какой-то стокгольмский седром к власти Знаете? Ну они понимают, что в городе все херово Но если это говорит комик из Москвы То Ну странно Ты приезжаешь в какой-то условный Саратов И такой Ребят, городок-то у вас не очень Они такие Нормальные Нормальные Нормальный город За городом вообще охуительно Понял? Город нормальный Ау ты думаешь нахер мэр ко мне пришел еще на концерт так что я понимаю жену брата я понимаю я в своих выступлениях шутил про бобров ну и люди не поняли люди не поняли потому что я спросу выступления на возмущение потому что я не понимаю как нужно всю жизнь прожить в одном городе в одном маленьком провинциальном городе и вообще не увидеть мир ну представляете есть люди которые всю жизнь прожили в нижних битюгах и при этом не были даже верхних битюга они блять через реку понимаете ну не знаю я призвал людей уезжать уезжать пробовать стараться и люди не поняли хотя я имел ввиду молодых понимаете ну для взрослых там людей из-за 40 бобров отличный город отличный они такие а чё в река есть зимой снег на день города приедет кармен были они будут нет я с ними согласен согласен но я не понимаю как так можно думать в 20 лет как так можно в 20 лет стоять и думать о чём река есть зимой снег если повезет на день города кого-нибудь трахну не повезет трахнуть из группы кармен для хотя я подумал я может не прав помните этим летом москве были митинги на которых власть сказала якобы было много приезжих представляете что если вдруг люди попробовали все вместе сели на поезда приехали в москву вышли на вокзале смотрят какая-то движуха они такие угол них чуду карман каждый день выступает представляете пошли потом на тверскую а там их росгвардия дубинами дубина резиновая а москва не резина не знаю я уверен что жена брата не обижается не обижается потому что у нее есть чувство юмора и более того я вообще подумал что комик может шутить о чем угодно ну серьезно это это наша задача комиков шутить о чем угодно главное главное чтобы было смешно если не смешно понятно могут быть вопросы но если смешно ты можешь шутить о чем угодно если хотите ну комик это индикатор общества понимаете благодаря комику вы понимаете что вы за люди знаете я могу почитать самую ужасную шутку самую ужасную если вы посмеялись ну у вас есть чувство юмора а если бы не посмеялись поздравляю вы хороший человек понимаете все в плюсе круто так что так это работает мы можем читать разные шутки это не значит что мы плохие или хорошие жесткие или или добрые ну грязные интеллигентные нет мы комики и мы должны это шутить а выпад уже через шутки понимаете какой юмор вам нужен вот и все смотрите для примера приведу вам историю хрестоматийная история она объяснить что я имею ввиду для начала должен сказать что она полностью выдуманная полностью выдуманная история просто ради шутки так давайте представим живет семья прекрасная семья отец мак сын и дочь шикарная семья все у них хорошо знаете такая как с рекламой ипотеки такая блять почему люди на рекламе ипотеки всегда блять улыбаются ну как будто они не ипотеку взяли у них фамилия ротенберге блять нет ну вот такая шикарная семья знаете отец в которой такой ходит в свитере блять вот сюда сверху так бы улыбается у него все зубы что странно потому что у нее семья и двое детей ну я не знаю у всех моих знакомых кого есть дети нет зубов блин я учусь чем я заметил сколько не одну сколько есть детей столько нет зубов так что вот вот вам новая философия этой этой крылатой фразы женщины смотрите своему мужику в рот знаете нашему что если у вас двое детей а у меня нет трех зубов возможно по выходным он ездит не на рыбалку короче шикарная семья вот это как с рекламой майонеза видали семья который блять по два часа завтракает сука в современном мире два часа завтракать ты завтракает два часа далее семья который намазывает мать бутерброд блять пританцовая дочь такая мама почему светит солнце а я тебе сейчас все объясню все у нас же два часа два часа слушайте не знаю я не душу не тяжелая работа но даже я даже я просыпаюсь ровно за 15 минут до того как выйти из дома понятно то что я хочу спать сука с утра ну я просыпаюсь 15 минут не хватает чтобы поссать умыться и съебаться на работу вот и все понимаете я иногда встаю за пять минут только потому что су в лифте блять вот все таки это какие-то хулиганы это не хулиганы это мужик у которого есть работа я просто хотел спать и очень шикарная семья отец и мать или дочь если условия в этой семье дочь это самое сексуальное создание на земле вот представьте себе самую сексуальную женщину вот она в тысячу раз лучше ей еще 14 лет она лолита просто фантастика ну такое условие вот все кто на нее не смайл все время стоит елда все вот такая и у брата тоже они еще живут в одной комнате пока ипотеку только на двухкомнатную взяли они все и брат же тоже будет симпатичный потому что ну родной брать до яблоко тябло не далекается у них вот даже друг другом есть сексуальное влечение но но они понимают обществу против общество это не одобряет поэтому таки ну так живут и мучаются проходит несколько лет девочки исполняется 18 лет день рождения праздник все они празднуют дома на кухне собралась семья все дела отец мать сын дочь 18 лет торт все-таки более-менее радостные до кроме брата нужно купить теперь всем можно мне нельзя но в какой-то момент отец говорит дочь мы специально ждали этот день не говорите раньше дело в том что ты сейчас взрослый человек и можешь сама решить как этому относиться дело в том что ты наша не родная дочь мы тебя удочерили просто легкое напряжение у всех кроме брата для его праздник только начинается все это информация еще сяд какое-то время потом родители говорят ладно молодежь вы тут типа продолжайте мы пошли спать давайте тут недолго они уходят брат сестра уже чуть ли не сосутся но тут в дверь заходит отец и говорит кстати если планировали заняться сексом тоже ни хрена не получится ты тоже наш неродной сын вы на самом деле брат и сестра мы вас двоих и дочери и вот у меня вопрос во первых батя так нельзя ну ты только что дал и тут же забрал а во вторых брату брату опять нельзя но бать это можно я подумал было бы шикарно если бы эта история была про семью брата жена уже гуглит яд новичок блять вообще не успокаивается что ли я все жду когда эту историю в эфире увидят люди малахова знаете я думаю они сойдут с ума пакет алло руслан да а вот вы рассказывали историю как спали брат и сестра там никто не спал ну не важно можете дать их телефоны это выдуманная история мы понимаем можете дать выдуманные телефоны странно странно что если комик рассказывает что-то такое то люди реагируют типа это жестко это жестко но если точно такое же видят у малахова все такие вот так вторник пострадали позовем детей смотрите так еще кое-что просто проясним давайте так про детей можно шутить окей про детей можно шутить тем более когда у тебя их нет да даже если есть равно можно дети это тоже смешно слушать у нас проекте есть директор административным вопросом оксана и она мне рассказала прикольную историю у неё младшая дочь лет пять она и с бабушкой этим летом отправила в белоруссию в санаторий и бабушка с дочкой с нучкой там тусят и там каждый вечер происходит какие-то творческие вечера и в один из вечеров ее дочь пела песню пела песню с другой такой же маленькой девочкой и прислали видео и на этом видео оксана говорит что стоит ее дочь стоит эта девочка не поют песню и дочь оксаны поет великолепно ну великолепно а вторая девочка ужасно ужасно не попадает в ноуты забывает текст вообще мимо всего вообще настолько ужасно поет что в какой-то момент в момент песни подошел воспитатель и забрал у него микрофон и оксана говорит я конечно ну испытала странные ощущения тоже с одной стороны я невероятно гордилась своей дочерью с другой стороны я даже не представляю какую травму получила эта вторая девочка на что я сказал ну ничего восстановится она же в санатории так слушайте я одинок серед я одинок да я раньше думал это называется холостяк все в пизду я один я проиграл это войну вообще самое главное сказал то для вас вам нравится как только я одинок и все таки да 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 мне все нравится потому что я богат и одинок за ней женаты в первом ряду есть нужно вы женаты отлично смотрите ну я уверен что моя жизнь вообще не отличается от ваших вы счастливы да и я я тоже счастлив вы летом отдыхали где-нибудь да и я вы где отдыхали а в америке а я в португалии круто вы сколько потратили денег вы думали это не подготовлено блять ну вот супруг вы столько потратили денег много 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 но до двоих а я много и все на себя все на себя более того когда вы разведетесь она заберет у тебя половину понимаешь она уйдет и заберет половину когда от меня уходит женщин мне это выходит максимум 600 рублей блять на такси понимаешь я за свою жизнь со многими женщинами расставался они уходили и все мое осталось со мной более того я даже чуть-чуть забрал что-то у них как они все говорили лучшие годы их жизни это обществу обществу не нравится что одинок общество кончились женишь 40 лет ты чужими туда больше нет женишь 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 как наркоманы стука не подсели на что-то теперь хорошо все остальные сидели женишь женишь я же так не делаю не делают не подхожу к тебе британ ты сколько лет женат четыре тоже разводится собираешься четыре года уже женаты не разводишься ты на вид лицо давай пора уже ты чё собираешься всю оставшуюся жизнь прожить в компромиссе блять женишь женишь дети дети когда у тебя будут дети тебя на рожать детей ты хороший человек хотя будут хорошие дети не знаю дети зачем не деть не хочу будут будут когда будут скоро будут через пять лет о 45 им будет 10 тебе 55 не будет 15 умрешь ну так и хорошо не успею в них разочароваться блять кругом одни плюсы не женишь женишь дядь и дядь еще этот ёбаный баста не твоих детей я давно это уже говорю ну счастье же не в семье в детях или еще в чем-то главное чтобы человек просто был счастлив просто был счастлив ну я между хоть жениться женишь уж детей рожать детей хочешь быть один будь один просто будь счастлив не знаю вы меня доведете я вас всех так на ебу я через пару лет женюсь у меня будут дети я проживу до 80 лет ну понимаете в целом я буду точно так же счастлив как и вы но при этом еще 40 лет из своей жизни я жил блять для себя мне нравится моя жизнь это чистая правда чистая правда мне нравится моя жизнь безусловно бывают тяжелые моменты я не спорю бывают особенно часть зимой учат перед зима зима же только для двоих до одиночки в зале не дадут собрать зима же не толерантных одиночку вообще не толерант зима же для двоих особенно когда идет снег минус 5 вот эти вот находятся двое которые любят друг друга блять 15 минут и такие надень шарф нет ты надень нет ты надень нет ты надень нет ты ты надень ты 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 просто сказать купите второй шарф дебилами или придут в парк хряпнуть глинтвейны и такие снег это мы и все смотрят на них так ли ну люди любят друг друга а я тоже люблю снег я люблю снег но я же не могу прийти в парк и такой это я все скажут вон люди любят друг друга этот ёбнулся собрал крокус и вернулся квартиру недавно купил большую большую квартиру спасибо я сделаю все чтобы за время концерта вы полюбили моё богатство реально купил большую квартиру потому что я богат ну и во вторых я немного перестал вывозить старую все у меня до этого была однокомнатная квартира и я начал сходить не с ума это просто кошмар никому не советую смотрите я купил там семь лет назад москве однокомнатную квартиру и я совершил фатальную ошибку для одинокого человека я сделал в ней студию знаете я найдем дизайнер который мы тут все снесем все снесем все стены машины пространство это тупо потому что у нас одна стена она блять максимум 20 сантиметров расширение пространство ну ладно мы снесли стену в соседнюю квартиру бы вот это я понимаю заходишь они такие ты чё ты такой мы расширяем пространство блять и тупо так что у меня студия огромный такой большой квадрат и она еще на всю стену повесила зеркало и я теперь в своей собственной квартире не могу блять себя спрятаться понимаете где бы я не сидел я всегда смотрю на себя всегда ну доходит до смешного я сижу с рубля и смотрю на себя понимаете потому что мы же снесли все стены мы же боролись за пространство не знаю плюс ко всему я еще идет года три назад начал пить вино только вино то что я взрослый самодостаточный мужчина с отличным вкусом да ну и главное я думал что я перестану набухиваться вообще не работает вообще я теперь набухиваюсь еще больше это чистая правда вином ну правильно говорят ну все алкаши начинают с вина потому что кому-нибудь удавалось хоть раз вечером дома открыть бутылочку налить бокал выпить его и пойти спать а не ты выпьешь все блять все выпиваешь хоть стоишь уже такой ковыряешься блять водой разводишь блять что-то там пьешь на я всегда ходил за второй всегда все я плюнул у меня дома всегда стоит три бутылки вина всегда ну я всегда набухиваюсь не было еще такого чтоб я в конце пьянки я всегда когда ставил бокал в раковину блять трескался понимаете настолько это плохо все я все вино пью из кружки нет любое вино марки козерог так что это тупо тупо пить только вино потому что раньше у меня для каждого случая жизни был свой напиток ну грубо говоря в клубе я там пил виски с друзьями там не знаю на природе водку дома сидел смотрел футбол и пил пиво сейчас я всегда пью вино всегда это тупо потому что я сижу дома голый смотрю футбол у меня здесь вот такой блять бокал понимаете зато я знаю как я умру да я ножусь вина и в какой-то момент вывалюсь в окно подумав что у меня двухкомнатные вот кстати после шутки начал задумываться ну а если я умру кому все достанется я же богат пришел выводу что все достанется брату и его жене поэтому я им теперь чуть-чуть не доверяю знаете ну типа у нас все нормально у нас отличные отношения с братом великолепные я думаю вы будете завидовать таким отношениям я не думал что у меня с братом будет такая любовь но каждый раз когда приезжаю к ним в гости и жена брат такая руслан нож чайку я такой оксана наху я со своим термосом мне эти игры престолов нахуй не нужны так что я вообще кстати часто думаю самоубийстве это чисто правда в зале есть такие люди думать о самоубийстве 5 человек и все таки ну как минимум семейные не мне кажется семейный раз в неделю блять думают о самоубийстве вас неделю когда поссорился женой она такая говорила мне мать если бы не второй этаж уже давно все решилось так что любая ссора с женщиной начинается как правило после того как ты сказал ей правду ну я пришел к воду женщин правду вообще нельзя говорить вообще потому что это странно странно потому что женщины вы как раз наоборот требуете правду нет муж такие все как она скажи мне правду скажи мне правду какой бы горькой она не было попадать с мужики на эту удочку когда ты послышишь меня может она адекватная может быть сегодняшнего дня все пойдет по-другому и ты говоришь ей правда зачем каждый раз женщин в этой ссоре до достаете свой талмуд с предъявами блять херак это просто как так можно спорить а вы предъявляете то что было в прошлой жизни вообще в шоке я помню максимум что было два дня назад а этот год 2007 глядь буду еще как на бабе лето но не пошли в парк я не умею с вами спорить я не умею я сдался я серьезно я не умею все я женщины спорить не умею потому что мужик с женщинами спорить фактами женщин вы же спорите эмоции эмоции невозможно доказать человеку правду ну человеку который любит тебя всем сердце и фактами разбиваются вся скалы бы не знаю вы еще все время плачете в ссорах сука плачете ну невозможно смотреть на человека который плачет и вдалбливать него правду невозможно руки руки все давай не знаю мне кажется мир давным-давно бы уже признал что крым наш ну если бы лавров вон плакал вы понимаете ладно ладно хер с вами крым ваш аляска ваша видит пизду бы короче думаю самоубийстве сушки я не хочу но думаю бывает такое я не знаю чем это связано вот это что я еду на машине сквозь там километров 180 и ты в целом уже такой но сейчас буквально вот и все когда я пришел к выводу что выжил потому что у меня бмв и в бмв выжил не так-то просто уйти из жизни когда у тебя бмв знаете вот когда у тебя лада калина так что я подумал зря ругают ладу калина ну любая машина хорошая смотря до чего я все подумал что лада калина это наше импортозамещение западной эвтаназии знаете ну реально она же гораздо дешевле гораздо я погуглил голландии в тонусе стоит 10 тысяч евро бы ладу калина можно взять за 500 евро не берешь человек который хочет жить сажаешь его туда на заднем стекле пишешь ахмат не силой через 15 минут все будет готово так безусловно ахмат сила безусловно более того если концерт выйдет в эфир я еще покажу и ваши лица так что дабы нам всем было хорошо ахмат ладно надеюсь этого хватит я хочу пришел генинскую выводу что в самоубийстве на наверняка наверняка ну должно быть сто процентов поэтому если я когда-нибудь вдруг до этого дойду я полезу на москва-сити серьезно я думаю но для этого построена ну я не понимаю людей которые выпрыгивают с пятого этажа вообще не наверняка прикинь ты выпал и выжил ну ты жить не хочешь а теперь еще и не двигаешься это лежишь больницы для родственники такие слава богу ты выжил я в этой связи подумал что ну слава богу что севен хокинг умер спорная мысль но я что он умер вы смотрите во первых во первых он прожил долгую жизнь умер 76 лет он прожил на 50 лет дольше чем ему давали в 22 года заболел этой болезнью ему сказали что максимум года 2 он прожил 50 при этом все эти 50 лет он даже не двигался представляете он вообще не двигался не какое-то время двигался указательный палец правой руки его подключили компьютер он как-то там что-то им дергал и компьютер вроде бы переводил эти дергания в слова потом у нее перестал двигаться и палец и они подключили компьютер к мышце щеки и мы с вами до сих пор блять уверены что это его слова производил компьютер я между а вдруг если на что если его использовали использовали ну для популяризации астрофизики чтобы выделялись миллиарды долларов на исследование вселенной понимаете что если он все эти 50 лет сидел целом кресле такую убейте меня нахуй убейте а компьютер такой черные дыри они существуют только не ладно перейдем к личному слушайте я понял что очень не хочется стареть у меня в этом году 40 лет и вообще не хочется стареть серьезно я нам подумал что у меня сейчас как раз возраст вот этих вот мужиков из рекламы про потенцию блять понимаете прям вот это не успел опоздал мы сегодня не знаете все нормально член стоит стоит но это на сегодняшний день но с утра все было хорошо что будет завтра я не знаю но и у меня будет тур и вот ну 29 сентября в корпусе эта шутка звучала вот так а в октябре в воронеже херов знает может уже будет другая формулировка так что тело подводит подводит тело я не думаю морально ментально я хорош но тело подводит серьезно стал уставать всегда я вас таком что всегда устаешь в конце дня них я не делал я устал я летом отдыхал португалии две недели в конце устал блять слова начал забывать это чистая правда это у меня ранее стадия альцгеймера знаете не было такого когда с другом такой стоишь что-то разговариваешь такой ну ну да ну рука да возможно это потому что я курю как тварь это чистая правда я понимаю что это плохо но я не могу бросить не могу ну потому что меня сильно научили курить знаете сильно научили смотрите когда я начинал курить все вокруг курила нахрен все меня батя курил на улице курили на телевидении курили в кино курили на радио курили я слышал понимаете все вокруг курил у меня батя курил прям в квартире чтобы понимать у нас был трехкомнатной квартиры у нас было три балкона он курил прям в туалете прямо он даже не закрывал дверь я не знаю после сидел свал и курил вот но что нам не доверял тебе куда вам ходить или змея у нас в квартире был так накурено там пугачёва могла снимать клип на песню айсберг понимаете нормально все курил все главные мужские стереотипы брутальные были связаны с курением не ну типа с утра встать чашечку кофе с сигаретой вау круто на балкончик голеньким выйти блять сюда выброску в углу попался году жил они после секса женщины откинутся закурить сигарету круто я вот про что бы поэтому я не понимаю сейчас вот эту резкую борьбу с курением ну который только нельзя курить а где на балконах запретили курить на балконах вы хотите чтоб мы где курили ну в туалете блять с пакетом на голове я против курения но отучайте отучайте вводите новые мужские брутальные стереотипы не водите связанные с овощами что было круто с утра встать и кофе до коз баклажана на балкончик голеньким выйти и дырю такой нем нем в курильщика попал желание чтобы женщины после секса откидываешься и яблоко такой над к оставь мне такое свое надо иметь последний даже мент не забираем поаплодируйте кто не курит это очень круто вы не писаете как вам повезло круто не вздумайте начинать я вас умоляю это это полная шляпа вообще курение это очень плохо не вздумайте начинать живите своей прекрасной жизнью это очень плохо поаплодируйте кто курит забавно это шутки два года вас каждым годом все меньше для а вы не вздумайте бросать понятно это если хотите наш с вами будет социальный протест против вот этих зожников блядских давайте я мы вредной привычки зожники это просто кошмар зож прям ходите много жить ну а много это сколько двести лет что за жизнь 200 лет и всегда путин блядь это все умрем мы все умрем по иронии судьбы я вас еще и на машине собью так что зожники не любят зожников знаете которые все должно быть баклажаны все должно быть баклажан я ем баклажан я пью баклажан я сижу на баклажане потому что он через стенки сосудов быстро впитывается в кровь эти полезные вещества знаю мечтаю ну чтобы найти нашли мертвого человека который умер за того что у него во всех отверстиях были баклажаны полиция приехала ты кому тут все понятно умер здорового база жизни не курить плохо плохо я боюсь бросить поняли боюсь бросить знать почему я боюсь что вдруг я брошу ну а ничего не измените ну то есть это было не из-за курева так что я теперь тоже подсел на зож это смешно я пять лет обсижал теперь подсел ну просто я решил курево нейтрализовать здоровому образу жизни знаете я такой я типа курю но не ем сахар свинина плохо теперь только рис правильное питание кто правильный есть правильно кто питается правильная еда какая же она скотская это просто какая же правильная еда же самая невкусная еда в мире ну почему здоровая пища это не жареная курица почему в рис рис просто вареный рис вареный без соли так вот ты какой на вкус просто рис оказывается ты уебищные а что на 2 можно опять брокколи брокколи это кошмар юж невозможно проглотить не как-то ел брокколи другу глюда не в рот блять я это не проглочу это надо протолкнуть брокколи как это придумала природа вы замечали что брокколи ну это же маленькие деревья блять как динозавр просто 7 а этот скотский миф что сельдереевы фреш очень хорошо влияет на потенцию ну влияет влияет но он еще влияет и на мимику лица бля когда ты выпиваешь и потом целый день бля кто даст человеку с таким лицом кто даже что будет стоять елда просто женщина христа ради бля возле церкви надо сидеть тело подводит подводит тело тебе чтоб поссать пресс надо напрягать не у нас пор зале для дел пресса басался на вот спор зала теперь всегда надо ходить ну всегда представляете я давно понял что спор надо ходить всегда всегда ну тебе в четверг умирать а в среду надо идти в курс а может и в четверг я не знаю как у вас график не знаю но я буду ходить я буду ходить в спортзал всегда потому что ну я недавно в спортзале видел такого мужика поскольку не я буду ходить ну пришел за эти мужичок ему лет пятьдесят пять минут такую пузяка такая он пришел его убрать глупец он не знал что это уже не убирается я в спортзал хожу не накачать тело ну я хожу блять сохранить это понимаете и и короче я не посмотрел он там делал пресс и он делал его с такими звуками что если я когда-то так буду делать выстрелите в меня из дробовика я вас умоляю потому что он делал это он только ложился на коврик понимаете это тело подводит подводит недавно рассмотрел себя голым я хренел на хренел луча мужики которые плюс-минус 40 лет поймут ну член выглядит как ветеран войны это ранение шоу и до бугры блять что кто-то влево блять его покосила ну в целом я сейчас когда мастурбирует они ради удовольствия как будто искусственное дыхание ему делаю жили же высох как будто в монголии воевал в капюшоне были своем ему будут папироса пошла знаете он такой всякое бывало бывало давали бывало не давали помню один раз три месяца не давали потом дали я подумал блять лучше бы не давай секса не хочется серьезно вообще не охота секса вообще мм головой еще раз звучит не стоит головой не охота у меня тучи когда я прошел секс все я бы все что в сексе до трех человек не охота даже не пишите мне в директ это бесполезно не знаю не знаю но потому что тоже тяжело тоже я уже не 20 лет 40 уже ты все знаешь потому что невозможно с женщиной сразу заняться сексом на какую-то идти смотреть какой-то фильм что-то потом ужинать потом приехать домой пить вино вести какие-то разговоры в какой-то момент смотришь три часа ночи ёб твою мать сходил с утра в спортзал и все бесполезно все время ищешь какие-то новые вызовы у меня просто такое какие-то хобби постоянно новые а там тоже ну там тоже одни разочарования потому что любой хобби которые ты находишь там все время кто-то лучше тебя ну как-то молодые блин все иметь и молодые которые всегда лучше тебя всегда я очень занялся серфа ну как занялся я три года пытаюсь его освоить понимаете ну а эти молодые твари это просто я там молюсь каждый раз перед тем как в океан зайти они просто как поплывки блять сидят там чё ты понимаете никто не тонет врезаются друг другу кого-то акула сожрала выплюнул для чего волну поймала с которыми не знаю горные лыжи я хорошо катаюсь на лыжи хорошо понимаете я еду еду по горе в кудную думу ебать скорость ну все по 12-летний пидорас ты уж твари кто ты спешишь я занимаюсь сексом вот забыл словами так я надеюсь ну до этого вы не делали вид что типа просто просто пересиди меняемся я все нормально говорил да это я серфам занимаюсь три года меня посадила подруга на три года назад мне такая горит руслан ты слишком раздражительны слишком злое в твоей душе много тьмы надо заняться серфом серф освобождает когда ты в океане сидишь на доске ты ни о чем не думаешь ты ни о чем не думаешь твой моим сливается с океаном он чистит всю твою душу а насчет и говорила я ушел нахи я таких людей не очень наверно заявить что это действительно правда действительно ну серф очень сильно помогает очень сильно очень сильно разгружает мост потому что ну когда ты серфишь ты ни о чем не думаешь это правда ты ни о чем не думаешь то что ты все время тонешь когда ты начинаешь ты все время тонешь всегда я помню в тот момент по-настоящему тонула чистая правда я уже вслух выкрикивал завещание ко мне подошел инструктор по колено в воде блятаной ты чё дебил эти серферы не еще так выглядят не согласитесь просто таким это он спешит великолепно это вообще их увидит иисус скажет это ты сын божий я серфер ты сын божий обидно обидно потому что знаешь ну ты готовишься к отпуску такое полгода в спортзале чудо качаешься ты смотришь зеркало такая отличной форме приезжаешь на этот пляж подходишь к серферу только блядь я пугачёва это чу их волосы эти шикарные длинные кучерявые белые я всю жизнь думал зачем им такие длинные волосы в 2019 я спросил инструктора и он оказывается открыл на правду говорит ну на это есть две причины первая типа эстетическая потому что он говорит длинные волосы помогают от солнца это чисто правда на океане очень большое солнце я не загружают уши и типа шею и так далее а вторая вторая практичная типа благодаря длинным волосам серферы в океане понимают кто из них профессионал а кто аматор ну типа профессиональные серфер выныривают из воды круто поняли как женщины на фотосессии типа такие фуа бля я аматоры на доске бля я в этом плане подумал что может я и плохой человек но я подумал что если когда не поймаю золотую рыбку первые мои два желания будут для себя а третье чтобы каждый раз когда где-то в мире из океана выныривает профессиональный серфер чтобы он каждый раз ну лицом упирался ну знаете такой вымышленный хуй такой муж нельзя быть таким крутым что такое выныривая поскромнее рукой сначала так у тебя и тут я блядь со своим ветераном войны бля сигареткой на ребят не знаю женщина нужна не постоянно женщина женщину сами что же проблемы вас все время это претензия что мы хотим других баб тут и пишешь чуду не сможешь на нем откроем секрет не был с вами украины мы не знаем мы не знаем нам непонятно почему мы хотим других баб головой никто не хочет ни один мужик головой когда у меня есть женщина не хочет другую бабу но он не дебил он такой я столько блять вложил в эти отношениями сейчас отдавать половину на хрена да это не мы это он такой пау ты такой нет женщины как у вас получается как как расскажите как у вас получается поделитесь не знаю дать прививку сделаем какую-нибудь из ваших гормонов не мужику чтоб делали прям в загсе бля согласен вадим да хуя прям глаз понимаете от манту остается же пятно здесь тоже будет такая буква же жена на всю хари я подумал на полном серьезе что ну член не с этой планеты я вам серьезно говорю член не с этой планеты он прилетел как фантастический фильмах с метеоритом блять стопудово я думаю миллионы лет назад ну у людей не было половых органов вообще вообще не было были как барби и кент понимаете чтобы все были счастливы ходили гуляли в парке таки или светские беседы все время обнимались потом прилетел метеоридной и вот эта херня вместе с ним где-то там в африке взорвалась не член такого джунглях нашел кота мужика мужика глаза блять вот так перевернулись на метку надо кого-то трахнуть кого-то другого надеюсь фильм чужой это фильм другой а женщина ваша писька тоже не с этой планеты она тоже прилетела на метеорите антикад так если хотите вот вам самая романтичная история на земле знаете член и вагина раньше были одним целым ну это и была любовь понимаете она летала где-то в космосе по вселенной все были счастливы потом они врезались в землю их при взрыве разнесло в разные стороны и теперь они ходят по миру и ищет друг друга так ладно у меня слушать у меня были последние тяжелые три года у меня умер отец и у меня из-за этого была депрессия чем такая настоящая депрессия знаете не такая где с какао возле окна блядь и в stories ну такой дочь блять нормальная депрессия даже понял что это такое знаете я наконец начал серьезно к ней относиться потому что я раньше по-скотски относился к депрессии у других людей там не знаю как подруга мне депрессия такой просто не депрессует совет в стиле медведева депрессия депрессия это болезнь пора уже это признать я потому что ну присмотритесь к своему кругу общения если у вас друг среди него есть человек который депрессия ну отнеситесь к нему максимально нежно ему нужна ваша поддержка ему сейчас действительно тяжело легко любить здорового человека понимать короче ушел отец и с ним ну как оказалось мы был огромная связь хотя никогда такого не подумал потому что пока ну он был здесь я был молод я очень эгоистично относился к отношениям с родителями я уверен как и многие ну пришли такой я молодой вы старые вы меня не понимаете и что этом приезжал в гости раз в год на один день а тут он ушел и образовалась пустота ну и это оказалось тяжело потому что ну хорошо ушел на эти человек который во первых искренне за меня радовался авторах он просто был хорошим человеком просто классный он был классный муж классный отец вопрос чтобы классный человек его многие любили поэтому я подумал я подумал ну тем более для людей у которых в зале есть дети все мы рано или поздно уйдем но чтобы ваши родственники и тем более ваши дети легче пережили вашу смерть каким бы классным человеком не были надо перед смертью выкинуть какую хуйню чтобы дети было легче за полгода до смерти начните что-нибудь вытворять беспорядочно дрочить по квартире натыкаясь на дочь что-то типа того подойдите к сыну скажите как бы ты ни старался ты никогда не будешь лучше чем твой старший брат какой брат себастьян прям перед смертью скажите все это время мы были сказочно богатые но я все проебал в казино и на шлюху я отвечаю дети на ваших похороны придут цветном понимаете да это все ради них детей чтобы они не страдали ну чем далеко ходить смотрите майкл джексон ну его же сейчас уже не жалко уже никто не страдает после этих пояса этих историй о том что он домогался двух этих детей это ужасно это ужасно но все ради нас майкл действительно любил нас понимаете просто этих пацанов чуть больше вот ладочи выходе прессе плюс ко всему еще остался с девушкой имя так сильно накрыла реально так сильно накрыла что я в какой-то момент на полном серьезе стал читать стихи есенина знаете на полном серьезе такой читал через месяц я такой серёга всегда был в моем сердце ну прям дал ёбу я вам серьезно это было очень тяжело и у меня друг увидел мой директор увидел ну типа моё состояние такой подходе трус я вижу тебе тяжело типа давай съездим к есенин я влёг ну мне не так тяжело что прям куда нет но ведь мнение не типа здесь рядом в рязанской области есть его родовое село называется константиново давай туда съездим тем более на носу 3 октября его день рождения давай поедем отлично давай поем он будет круто 3 октября выпадает на воскресенье с утра поедем вечером вернемся я в смысле вернемся вот ну типа дерев походим и приедем обратно я дуне мы будем там ночевать он мне трус я там был там нечего делать лёха это сергей мы будем там ночевать ну короче мы начали искать где-то ночевать это чисто правда там ничего нет ни гостиницы не постояла во двора вообще ни хрена мы еле-еле нашли какой-то дом где хозяйка сдает комнаты мы сняли успели в последний момент одну комнату мы только потом поняли как это выглядит ну два парня из москвы день рождения есенина сняли комнату в селе в котором никто не остается ночевать ну неважно поехали поехали туда мы приезжаем он звонит хозяйки и говорит типа за си мы приехали на это ищите синий забор подходите калитки я там у вас встречу мы находим синий забор подходим калитки там ссылка это женщина в халате расстрепанные волосы такая деба курить сигаретку мы такие здрасте мы вас сняли комнату антка а я не хозяйка я хотел добавить своей судьбой но такие окей а кто вы отказом что я тоже тут сняла комнату меня зовут анна степанова мне 75 лет всю свою жизнь и посвятила сергею 7 я литературный критик литературного университета литературного деканата литературного города литературной области 40 тысяч томов про саги сильно также написала свои книги вот мои книги блин достала из халата клянусь ну конечно все поняли плюс ко всему мы только потом в урне нашли две банки болтки девятки поэтому она степана была так все женщины в течение дня на каждый раз на нас видел такие мои мальчики и все мы погуляли по деревне очень круто кстати забегая вперед скажу обязательно съесть тем более скоро будет 3 октября то что там очень круто это не так далеко от москвы и там ну там прикольно уж ты приезжаешь и действительно понимаешь почему есенин гений потому что это обычное село там нихрянет там две улицы какая-то церковь приходская школа и больше ничего ну я не понимаю как он оттуда смог стать таким крутым поэтом понимать это действительно гению действительно поцеловал бог потому что зашел в его дом там такая кровать игру он сидя спал все время что ли то что такое очень но также я понимаю почему много писал про природу брошу она там очень красиво это излучина аки плюс 3 октября золотая осень там много клёнов он весь осыпался женщины сходят с ума болтаются там мужики как все будет в инстаграм короче очень круто и мы приехали классно похудели погуляли сходили на какие-то экскурсии еще чего-то пофоткались но вот наступило 5 вечера и говорит мой друг стемнело и все уехали все ну на крайней деревне собака и уехала понимаете ну а куда спать в 5 вечера благо там был ресторан мы пошли в этот ресторан и но в ресторане тоже понимать что все уехали мы заходим вот так в ресторан нам навстречу вот так выходит персонал мы такие стоим но мы понимаем что они уходят мы такие клянемся мы потратим 20 тысяч ну и такие пишите расписку блять короче мы сели там тоже очень круто мы заказали в водочке с оленей закусочки там прекрасная веранда немного промозглого мы надели пледышу сидим выпиваем а там что такой прекрасный вид огромный портрет есенина он подсвечит прямо на берегу реки и в целом я через пару макс создаются ощущение что бухаешь прям с есенина но это чистая правда ты просто в расчета сериала все дела что вставали ходили к портрету блять челкались уходили обратно я не верю в мистику но это чистая правда мы так допились что в какой-то момент ну мы наливаем водки поднимаем бокал смотрим на есенина и он нам подмигнул клянусь вам по моему с фразой тут них уделать и уж простите за откровенность но естественно мы начали гуглить шлюх естественно два парня в депрессии 6 часов вечера вы чё мы написали расписку мыть а так как это село константиново там никого нет вообще никого я клянусь вам впервые в жизни гуглил проституток в яндекс навигаторе блять это был кошмар вообще в итоге мы нашли какую-то баню вызвали такси на навигатор показывал что это 15 минут мы уже ем минут сорок ну таксиста таки мы куда едем врезать и чего в какую резать бани в рязани ну ладно приезжаем в эту баню все заселились еще взяли водки ну естественно начали уже искать проституток в рязани и как любые пьяные два мужика мы такие сначала самые лучшие элитные не ниже метр восьмидесяти шикарные женщины резали никого не было короче мы вызвали какую-то девочку она приехала вроде даже была неплохая все дела и слушать это не пошлая история это не пошлая история потому что пока не было никого секса могу смерть были пьяны более того это даже романтичная история да потому что потому что я подумал что иногда проститутка ну достается вся любовь этого мира ну что я вам клянусь это была чистая правда в ту ночь самой обычной проститутки два не последних парня на этой земле голые на стуле читали стихи и семьи я вас продлеваю спасибо большое это было очень круто спасибо что пришли я очень это ценю все всем хорошего настроения пока в Субтитры сделал DimaTorzok